На 5 баллов именно так оценил работу Киморской фабрики имени Горького заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов. Продукция фабрики известна своим качеством не только в Тверской области, но и за пределами страны. А теперь предприятие запустило линию выпуска респираторов европейского образца. Для этого было закуплено французское оборудование, которое сможет производить около 2 миллионов штук продукции в месяц. Наш корреспондент оценил первые экземпляры новых средств индивидуальной защиты, изготовленные на Киморской фабрике. Молодой специалист-механик Дмитрий Пычков вместе с коллегами всего за несколько дней наладили и запустили новое зарубежное оборудование. Производительность этой французской техники исчисляется несколькими миллионами респираторов в месяц. Механизм полностью автоматизирован и заточен сразу на несколько операций. От запайки швов до упаковки. В качестве фильтрующего полотна используется милблаун. Спайка швов производится с помощью ультразвукового генератора в связи с тем, что материал сам по себе при термическом нагревании теряет свои фильтрующие характеристики. Соответственно, во избежание потери фильтрующих характеристик используется сварка ультразвуком. Подобное производство работает за рубежом. Например, в Европе, в России, кроме Киморни, где такой техники пока нет. В 2020 году для расширения производства средств индивидуальной защиты Киморская фабрика имени Горького получила заем Фонда развития промышленности Российской Федерации в рамках программы «Противоэпидемические проекты». На развитие производства направлено 61 миллион рублей. На открытии новой линии производства приехал заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов. В интервью с журналистом он рассказал, как оценивать работу предприятия в непростой период пандемии, когда оно снабжалось СИЗМ не только свой регион, но и другие страны, в том числе и в качестве гуманитарной помощи. Только на примере одной киморской фабрики имени Горького можно оценить работу предприятий Тверской области на пятерку. Потому что сегодня, с учетом мощностей, которые мы ввели, фактически треть объема производства респираторов России приходится на эту площадку. Был подписан контракт на поставку продукции предприятия в адрес немецких заказчиков. И аналогичные контракты уже действуют на поставку в Чехию, Венгрию. Давно на потоке производства респиратор-лепесток, спиро-403 и ряд других моделей. На сегодняшний день собирается первая партия респираторов уже европейского образца спиро-1000. Директор предприятия Игорь Жохов рассказал о преимуществе этой продукции. Это принципиально новая конструкция, и она широко известна в Евросоюзе и Южной и Северной Америке. Она комфортно одевается, дышать хорошо, у них каркасность проходит, снимать, одевать хорошо. То есть гиперрегенные материалы, которые кожу не раздражают. Из-за этого нам удалось реализовать такой масштабный проект, в котором мы сегодня с вами присутствуем. Конечно, без поддержки федеральных, региональных властей нам, конечно, было бы сложно самим это сделать. Нет такой модели респиратора, которую не смогла бы сейчас реализовать фабрика, уверен руководитель. В основном продукцию поставляют в медицинские учреждения. Теперь предприятие получило возможность расширить свою географию и наладить экспорт гиммерских респираторов за рубеж. Это новая линейка продукции на новом оборудовании. Это наш вклад в индустрию. И это не только связано с пандемией, это связано с использованием продукции и в определенных процессах производственных, где это может быть использовано. Это стройки, это атомная промышленность, это промышленность, где есть необходимость защиты работников. Производительность продукции составляет 12 тысяч штук в час. Трудится на фабрике 448 человек. Предприятию удалось увеличить объемы производства на 80%. По итогам 2020 года прибыль производства составила 933 миллиона рублей.